В этот период, потому что в сложные периоды энергия любви перестает нормально циркулировать между людьми, холод возникает в отношении. И неопытные люди, которые не умеют служить близким людям, они разрушают свою семью в этот момент. Они думают, раз нет любви, чего жить. Потому что люди зависят друг от друга в любви, а надо зависеть от Бога. В сложный период человек молится, наполняется Богом, отдает близкому человеку поддерживать семью. И это будет все равно не так, как раньше. Но сохраниться семья будет на каком-то волоске. И сеть проходит сложный период, и все восстанавливается опять хорошо. Ну то есть эти испытания нужны для того, чтобы мы развивали. Итак, движемся дальше. Женщина должна слушать демагогию мужа. А точнее, не слушать, а делать вид, что слушаешь. Потому что слушать женщине, это невозможно. У нее психика настолько чувствительна, когда мужчина больше 20 секунд логическую цепочку выстраивает. Она думает, господи, когда же он закончит это говорить. Так, женщина или нет? Тяжело, да, слушать? Иногда просто голова болеть начинает, да? И прямо иногда так сильно нажимает, что ты ничего не соображаешь. Так? Поднимите руку, у кого так происходит? Видите, мужчины? С кем вы связались? Поймите, мы абсолютно разные. Вот как женщина, как женщине надо объяснять? Надо объяснять ей иносказательно. Очень по-доброму. Если она обиделась, извиняться, вам же хуже будет. Что вы ей ничего не докажете. Вы хотите ей доказать, что вы не виноваты? Бесполезно. Надо просто извиниться, она успокоится и все. А если хотите, чтобы она что-то поняла больше, тогда объясняйте, когда она хорошо сейчас чувствует, и делайте это с помощью шуток, прибауток и каких-то иносказательных образов. Тогда женщина легко понимает. Она чувствует, что на нее не давят, но она всегда понимает, к чему он клонит. Но ей приятно, что он так аккуратно это делает. Женщина очень чувствительна по природе. Она все твои ходы знает наперед. Больше того, женщина, она настолько сильно чувствует мужа, что если он звонит в дверь, допустим, пришел домой, его звонок она отличит от всех остальных. Так, женщина? Чего если наоборот? А? Чего? Хочется послушать чего? Нету, молчун, да? Не разговаривать с вами. Такое тоже бывает. Ну, это мужская природа, она такая, вот она победоносная. Просто, понимаете, как бы, если мужчина демагогию не проводит, значит, женщина очень психически доминирует, сильная, как бы, и с ней лучше не связываться, опасная. Демагогию начнешь проводить, она тебя потом вообще, как бы, придушит просто. А? Чего, кому молчать? Вам? А вы сами решите после лекции. Испугалась, что я все знаю. Не бойтесь. Все будет хорошо. Такой уж у нас характер особенный такой. Характер есть характер. Бывают женщины очень сильный характер. Взял, терпи. Итак, вам интересно, женщина, или не очень? Интересно? Я вам рассказываю, как завоевать сердце мужа. Там есть сложности. Сложность заключается в том, что мужчина только определенным образом воспринимает женщину и любит ее. только, если это по-другому как-то делается, то его любовь гаснет всегда. Вот смотрите, есть две крайности у женщины. Одна крайность – это забитость, зачуханность. И как бы женщина вроде ведет себя правильно. То есть она смотрит с верой. Она служит, она заботится. Но при этом она теряет себя. То есть она это делает из страха, из желания угодить, из страха потерять. То есть сильно хороший человек достался. Вот. Обычно мужчина сразу как бы холодеет. Почему? Потому что нужно, чтобы сочетались сразу две вещи. Одна вещь – она независима и счастлива сама по себе, и при этом подчинена тебе и верна. Понимаете, когда эти вещи соединяются, то мужчина сильно любит. Потому что мужчина любит только принцессу. Он не может любить ее служанку. Нужна принцесса означает, что она перед ним показывает свое чувство собственного достоинства каждую секунду. Например, он говорит, «Приготовь мне покушать». Она смотрит на него. Хорошо. Идет готовить. Ему нравится, что она такая сильная, красивая. Ну а если она… «Ага! Да!» Все, тогда до свидания. Сразу. Некоторые женщины даже вообще замуж не могут выйти. Вот, допустим, она увидела, что на нее кто-то смотрит, она сразу… «Ага!» Все, до свидания. Дальше больше даже смотреть не будет. Почему? Потому что она теряет себя в секунду сразу в отношениях с мужчиной. Теряет себя прямо сразу. Она, наоборот, посмотрела, она должна как среагировать? Она должна посмотреть на него. Такая… «Ммм…» «Ммм…» И пошла. «Ей! Куда, куда?» И все, сразу за ней побежал. Почему? Потому что недоступны означает, есть за что сражаться, понимаете? Вот удержать этот баланс женщины очень сложно. С одной стороны, или ты как бы недоступна, и тебе наплевать на него, и с другой стороны, если ты не наплевать, значит, ты уже потерянная. Баланс находится в отношениях с Богом. Когда человек богатый, то есть он святостью наполнен, у него есть сила. Сила, которая не вызывает такую сильную зависимость от близкого человека. Поэтому настоящая любовь между мужчиной и женщиной, это всегда отношения, в которых нет сильной зависимости. Зависимость есть, но не такая сильная. А можете не садиться, а сразу на сына. Да, это отец Амбросий, он пришел ко мне в гости. Это тот самый удивительный человек, который восхищает меня своими беседами с вами. И как бы восхищает меня своим отношением вот к этим межрелигиозным таким сотрудничеству на благо всех людей. У нас есть микрофончик еще один? Он сейчас вам что-то расскажет. Я даже не знаю, что, но я хочу, чтобы он что-то вам рассказал. Отвлекитесь немножко, послушайте. Хорошо? Добрый вечер всем. Очень волнительно видеть столько открытых сердец. Я, честно говоря, хотел немножко послушать, но у нас основная добродетель – это послушание. Раз Олег Геннадьевич сказал, проходите, значит, все. Надо выполнять. Я сейчас не буду вас долго отрывать от лекции, чтобы... Чтобы у вас все ложилось как можно. Я скажу просто, наверное, своими словами то, что у меня на сердце... Олег Геннадьевич очень долго читает лекции. И я не хочу никаким образом сравнивать, но когда приезжаю в Москву, прихожу к Матронушке. У нее там всегда лучшую, потому что она помогает. И я убежден, что здесь так много людей, потому что многие люди, с которыми я лично разговаривал, обрели уверенность в этой жизни, надежду и веру благодаря доброму сердцу Олегу Геннадьевичу. Это то, что я знаю, то, что я увидел. Поэтому я, как вам сказать, очень люблю мед. Знаете, как пчелка. Чтобы мед собирать, она по цветочкам, по-разному летает и собирает нектар. И я эти цветочки нахожу как раз вокруг Олега Геннадьевича. А также очень люблю светящиеся монетки. Очень многие люди, в том числе, может быть, и мои одежды, я не хочу ни за кого говорить, проходят мимо монеток, которые не светятся, которые затерты, дрошены, никому не нужны. Но есть люди, которые берут эти монетки, чистят, оттирают, делают их светящимися и дают им возможность опять начать новую жизнь. Вот такие вот монетки, светящиеся глаза. И есть вокруг Олега Геннадьевича, моего близкого друга. И во многом единомышленные. Поэтому это все, что я хотел сказать. И, наверное, еще пожелать вам приобрести то, что приобрели другие люди. Вынести пользу для вашей жизни. Стать счастливыми здесь и сейчас. Никогда не будет именно здесь и сейчас. Благодарить Бога за наставничество, которое он вам посылает. И я думаю, что каждый, с каким бы он запросом сюда не пришел, или семейным, или деловым, или духовным, в любом случае, обогатиться. С Богом. Я думал, отец Амбросий расскажет про свой семинар. «Жизнь святых людей». Такой классный семинар. Я вам всем рекомендую, потому что... Олег Геннадьевич знает, что отца Амбросия очень опасно давать слово. Что я здесь... Вдруг, в последний раз, 25 лет назад, я учился в этом институте. Я хотел стать лесником. Но мой старший брат говорит, лесники... И они даже на колбасу не заработали. Для меня это был ударный шапурус в то время. Я поэтому пришел в пищевой институт. Но судьбой не убежишь. Я живу теперь в лесу и не ем колбасу. Нам не положено это. В общем, у нас есть онлайн-семинар. Там называется онлайн-проект «Благость» на сайте. И раз в месяц отец Амбросий будет читать лекции о жизни святых людей. Крайне важно. Потому что без знания святых людей, полюбить их невозможно. А без любви к святости, к святым людям невозможно обрести Бога. Поэтому вам надо обязательно участвовать в этом, послушать эти лекции. Они очень приятные, очень глубокие, очень полезные. Всю жизнь человек изучал святость и шел к этому. Хорошо? Очень важно понять, что мужчина воспринимает себя как того, кто именно хочет стать героем, или того, кто уже стал героем. Ну, то есть, в любом случае, женщина – это та, которая является единственным человеком, которая может это понять. То есть, когда женщина смотрит на мужчину глазами уважения к его победоносности или стремления хотя бы быть таким, это вызывает у него в сердце очень большую надежду и чувство, что это и есть тот самый мой человек, ради которого я живу. Понимаете, если женщина смотрит на него критическим взглядом, взглядом как бы оценки, желание исправить, желание сделать его таким, как я хочу, как я мечтала, то это вызывает у него протест и раздражение, которое может превратиться в разрушение семьи. Но если говорить о женщине, женщина, она действительно мечтала о ком-то. Она мечтала. И она часто от мужчины требует стать таким, как она мечтала. И в этом заключается проклятие для женщины. То есть, она становится проклятой, если она так себя ведет, потому что это неизбежно приведет к разрушению семьи. Женщина должна молиться Богу для того, чтобы принять человека, с которым она живет, таким, как он есть, и стараться своей верностью, верой в него, а точнее, это правильно сказать, благожелательностью. То есть, что она вот, когда она говорит, ты обязательно всего добьешься, ты молодец, ты хороший человек, сильный, я в тебя верю. Когда она так настроена, говорит, она в него вдыхает победу. Причем следует знать, что мужчина это не Бог. Однозначно, что женщина разглядит в любом мужчине, в любом абсолютно недостатке, и будет чуть-чуть разочарована. Причина, потому что женщина ищет не мужчину, она ищет Бога в нем. Когда она в нем Бога не находит, она разочаровывается. То же самое происходит с мужчиной, он тоже в женщине Бога ищет. Поэтому, когда он видит, что она не настолько чиста и возвышена, и божественна, как он хотел, он тоже как бы думает, ну вот, здрасте, во что я влюблялся. Вот, в любом случае, понимаете, отношение между мужчиной и женщиной, это аскеза. И аскеза заключается в том, если ты хочешь любви, иначе женщина должна вести себя с мужчиной очень грамотно. Отношения между мужчиной и женщиной, это отношения на лезвии бритвы. Они очень опасные по своей природе. Самое опасное отношение, это семейное отношение. Даже на работе не так опасно, там можно там начальнику чуть-чуть не то сказать. Понимаете, у жене, у женой очень опасно, потому что сильное ожидание счастья у человека по природе находится именно в личных отношениях. И это сильное ожидание счастья является опасной силой, все рушащей. Ну, то есть, женщина чуть не так сделала, мужчина сразу, ты почему со мной так себя ведешь? Понимаете? То есть, не бойтесь извиняться друг перед другом. Даже если вы не понимаете, что произошло. Вот, допустим, женщина, мужчине, допустим, что-то говорит, что ей считает ценным для себя. Он не реагирует на это. Вы не знаете почему. Не делайте выводов, просто извинитесь, если ему что-то тяжело. Я могу вам причину этих конфликтов рассказать, если хотите. Вот, допустим, женщина настроена на чистоту, на порядок, на гармонию, на правильность, правильность, чтобы все было правильно. Вот, она настроена на последовательность, на верность, на предсказуемость. И, допустим, она подходит к мужу, говорит, а что ты вот делаешь это неправильно? Допустим, понимаете, а ему некогда делать правильно. Ему надо побеждать. То есть, другими словами, у него есть какое-то важное дело. дело, которое ему надо сделать, и он будет любыми путями его достигать. Женщине не важно, чтобы была победа, важно, чтобы все было правильно. Наступает серьезная противоречия. Ну, приведу пример. Допустим, муж пришел с работы, ему надо быстрее отправить из компьютера какое-то сообщение, он хочет в туалет, и ему, вот у него какое мышление, ему надо быстрее в туалет сходить, чтобы быстрее отправить сообщение. Он идет в грязные обуви в туалет. Жена смотрит, думает, что, придурок, что ли? То есть, он делает неправильно. Нельзя в грязную, здесь дети вообще-то у нас по квартире ходят, нужна чистота. Ты инфекцию в дом занес. И вообще, я полы вымыла, старалась. А женщина, знаете, как мужчины, знаете, как моют полы? У нее есть колоссальная проблема. Она не хочет, чтобы там хотя бы какая-то пылинка была. Надо мыть до последнего. То есть, у нее стремление к чистоте просто ужасное, природа имеет. Поэтому ей страшно даже думать об этом мытье полов, потому что она не может мыть, как мужчина, там, шмяк-шмяк, и все. Ей надо мыть до конца, до последнего, потому что хочется чистоты. Если нет чистоты, нет счастья. Почему? Потому что, ну, потому что счастье живет в энергиях любви, а любовь без чистоты любви не бывает. Понимаете? Поэтому она так и моет. И вот она мыла, мыла, мыла. Спасибо. Мыла, мыла, мыла. И тут ты, это представь, мужик вламывается и в грязных ботинках пошел в туалет. Господи. опять мыть, мыть и мыть. Правильная женщина говорит? Нет? А как? А? Сам за себя, за собой убрал. У вас такой муж. Супер. Вы понимаете, проблема заключается в том, что это исключение. Как вас зовут? Аня, это исключение. А правило такое, он пройдет, если ты стерпела, он потом пойдет назад и скажет, прости, моя дорогая, помой, не некогда. В лучшем случае, видите? В лучшем. А в худшем? Даже забудет. Даже забудет. Даже не обратит внимания, что он наследил. Слышали, Аня? Слышала. Так что, радуйтесь жизни, что у вас такой замечательный муж. Если он сам будет мыть, то он никогда не пойдет. Если сам будет мыть, никогда не пойдет. Женщины, успокойтесь, все будет хорошо. Вы среагировали сильно. Я вам просто, видите, я вам рассказал, почему мужчины так делают. А вы сразу встрепенулись и начали говорить о другом. Видите, вы ничего не поняли. Я вам рассказал о его цели в жизни. Он шел отправлять смс, чтобы получить победу над судьбой. а пол этот для него как бы это рассыпенная вещь. Потому что потом на это можно месяц семью кормить. А жена, какая разница семью кормить или нет. Чего, трудно было снять обувь? Она не понимает этого. Ей главная чистота. Ей не нужна победа, нужна чистота женщине. Понимаете, о чем говорю? Противоречия неизбежные. Они возникают на каждом шагу, потому что цели разные в отношениях и разная природа. У мужчины твердая, непреклонная, сильная, целеустремленная, не замечающая детали. У женщины гармоничная, чистая, тактичная, чувствительная, замечающая все детали, стремящаяся к чистоте, порядку и гармонии. Мужчине для достижения победы не нужна ни чистота, ни порядок, ни гармония. Ему нужна только победа и все. Жизнь, кошмар. Вот такой кошмар. Все мы разные. Поэтому, мои хорошие, хочу вам сказать сегодня напоследок кое-что. А, не напоследок, еще час, да, у нас? Еще час, да. перепутал. Это хорошо. Продолжаем тему дальше. Итак, вот смотрите, вы так себя ведете, то есть нужно мужчиной, с мужчиной вести себя очень послушно, внимательно слушать то, что, вот допустим, он говорит, я тебе должен что-то сказать, надо сказать, да, я слушаю. Вот так, равняйся смирно, да, я слушаю. женщины, но при этом делайте это не так глубоко, потому что иначе вы с ума сойдете просто. Допустим, если вы знаете, что мужчина будет, когда говорить, это по мозгам бьет сильно, поэтому вы как бы слушаете снаружи, а внутри женщина понимает то, что он хочет сказать за одну секунду. Вот допустим, он что-то хочет, он там логическую цепочку строит, она уже знает, что он хочет сказать, все. Вот узнали, что хочет сказать, а дальше думайте о своем там, что не помыло, где там грязь, ребенок что кушать хочет, ну то есть о своем думайте, а он в это время вам рассказывает. А? Не теряет, а вот чтоб не терял связь, надо поддакивать всегда вот так делать. Да, 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 и о своем думать. Потому что женщине вытерпеть мужскую гемагогию невозможно. Да, что вы хотели? Да, 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 конечно должно быть равноправие. Он раньше пришел, он приготовил, она раньше пришла, она приготовила. Это правильно все, правильно вы говорите. Женщина будет очень счастлива, что вы так мыслите, очень счастлива. Это правильно. Мужчины, видите, смеются. Видите, мужчины смеются, видите, не женщины. Женщина нормально, говорит, молодец. Правильно сказал. Женщины так говорят, но мужчины такой истерический смешок такой. Хе-хе-хе. Знаете, почему у мужчин такой смешок пошел? Конечно. Рожать тоже будете вместе или по очереди? Равноправия не будет. Женщина рожает, мужчина защищает. Если женщина работает так же, как он, это признак несовершенной жизни. Если совершенная жизнь означает, женщина не работает, потому что у нее работает другое много. Женщина должна в детей вкладывать. Это огромный труд. Она должна в родственников, в тещу вкладывать, в свекровь вкладывать, понимаете. То есть она должна вкладывать в родственников, потому что женщина создает отношения. Она должна поддерживать дружбу со всеми, с кем надо дружить. Она должна чистоту соблюдать. Она должна в любовь вкладывать в пищу. Она должна в любовь детей вкладывать. Это просто столько времени занимает и сил. И неразумные мужчины, что они делают? Они думают, мне деньги важнее, чем все это. А потом все это разваливает семью. То есть детей не вкладывает женщина, семья развалена. Чистоту не вкладывает, духи начинают в доме жить. Пищу не вкладывает, мужчина нет сил побеждать. Он становится пустошенным. Мужчина, который питается не от жены, у него нет сил побеждать, потому что он слабеет. Это все незаметно, на тонком плане происходит. Женщина, которая видит, что мужчина слабеет, теряет к нему интерес. Женщина не может любить, если она работает. Понимаете, есть два варианта – любить или работать. Если она работает, она не может любить. Потому что для того, чтобы любить, надо чувствовать себя, что ты в более лучшем положении находишься, чем тот, кого ты любишь. Понимаете, когда женщина видит, что мужчина героически там сражается, она «мой дорогой, пришел домой». То есть она чувствует, что «спасибо тебе за такую жизнь, ты подарил мне женскую судьбу». И она вкладывает в него благословение. Благословенный мужчина может десять раз больше зарабатывать. Другими словами, понимаете, арифметика не такая. Мы с женой работаем больше денег. Арифметика такая. Я как бы жене даю возможность готовить, служить детям. Но при этом женщине есть один момент. Если вы при этом расслабляетесь дома и спите целыми днями, не готовить не хотите, вообще обленились и перестали вообще служить, это значит, что вы не цените этот подвиг. И тогда в этом случае мужчина должен заставить жену работать. Вы меня слышите или нет? Я говорю сейчас не о разных семьях, а о том, что приносит счастье, а что нет. Женщина, которая отдает все силы на работу. Мне задала вопрос. Говорит, Олег Геннадьевич, я вот уже две недели отстраняюсь от мужа. Как бы ничего, никаких контактов его, он как бы не говорит, возвращаясь там. А позвонил мне, говорит, слушай, ты еще две недели у мамы побудь. Я так отдыхаю без тебя. То есть она ему мозги выносила. Он устал уже, не может, а она решила еще его повоспитывать, лекции послушала. Решила к маме поехать отстраниться. Он говорит, Господи, слава Богу. То есть, если ты хочешь воспитывать человека, сначала цену заплати. Нужно сначала ласково и нежно себя вести, чтобы она это почувствовала. Тогда потом можешь воспитывать. А если ты, допустим, ласково и нежно себя ведешь, но не воспитываешь, тоже будет такой же результат. Человек обнаглеет просто. И бывают невозвратные ситуации. Человек так сильно обнаглел, что уже вообще ничего с ним не сделаешь. Он превращается просто в котлету. Поэтому я вам рассказываю, что есть две грани любви. Одна грань – это служение близкому человеку, а другая грань – воспитание. Без воспитания нет жизни в семье. Вы обижены на мужчин. Вам надо им простить. Вам надо молиться Богу, чтобы в вашем сердце возникло чувство правильных отношений с мужчиной. Потому что, если вы обижены на мужчин, вы будете всегда злиться. Любое слово вас будет ранить. Вы с ума сойдете. И вас всегда мужчины будут оставлять. Приходите на семинар в Цаумбрусе про жизнь святых людей. Человек, если он хочет понять, как простить, как принять, как победить, он должен знать одну вещь, что это возможно через длительное общение о святости. Вот когда человек слушает, слушает, слушает о святых людях, постепенно в его сердце появляется чистота и глубина в отношениях с ними. А это глубина и чистота, это как океан, который наполняет человека изнутри. Веды говорят, что то, что может дать река, не может дать ни один колодец в отдельности. Понимаете, человеческая жизнь, там, на работе, дома, в семье, это как маленький колодец. Если нет контакта с рекой, значит, тебе не хватит воды все равно. Понимаете? То есть, будет недостаток. Поэтому нужно научиться думать и помнить о Боге, а это возможно только при длительном, глубоком изучении жизни святых людей. Если ты изучаешь, 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 придет время, и ты Бога начинаешь в сердце как бы вспоминать, радоваться Ему, любить. И это приносит ту силу, которая дает возможность простить немедленно. Приведу вам пример. У меня есть один знакомый, он был в Москве реально очень серьезным человеком. То есть, он был как бы заместителем перфекта по земельным вопросам в одном районе Москвы. У него строился свой коттеджный поселок. В общем, все было нормально в жизни. Вот. И, ну, его друг, короче, так его предал, что он все потерял, вот все, просто ничего не осталось. Еще и должен остался. Вообще просто жесть. И он после этого, ну, как бы он благодарил судьбу, что так произошло, потому что после этого он начал изучать, как правильно жить. Он начал думать о Боге, стал верующим человеком, научился молиться. Столько, столько всего хорошего произошло благодаря этому событию. Он потерял поселок, зато приобрел Бога. Вот. И все было классно в его жизни. Но была одна проблема. Он не мог простить друга. Вот. Ну, не мог. Вот. А с этим жить очень трудно. Это как, знаете, давит на сердце. Это сила. И у нас как бы была такая, мы иногда со своими ребятами, друзьями собираемся и два часа прям громко молимся, включаем голос святых людей. И так это настолько сильно пробивает твою жизнь, мозги, что надолго потом хватает. Ну, и как бы он решил поучаствовать. Сел, начал громко молиться, думать о Боге. Два часа. Но у него при этом не было такого, что он для чего-то специально это делал, он просто хотел вот подумать о Боге. И помолился сильно. Представляете, через два часа он такой, я его спрашиваю, какой у вас опыт, что вы получили от этой молитвы? Он говорит, да ничего, вроде нормально. Потом смотрит на меня такой, я говорю, ну, а вот, может быть, что-то отлегло от сердца. И он такой смотрит на меня, говорит, простил. Такой, простил. Ну, то есть он смотрит себе в сердце и нет этой боли. Нет этого ощущения, что что-то плохо, что-то не так произошло. Нет беды, нет потерянной дружбы, нет разочарования в людях. Ничего, все прошло. Понимаете, все прошло. Сердце стало легким. Почему? Потому что оно наполнилось той силой, которая все это заменяет. Эта сила имеет особую природу. Она очень глубокая, чистая и качественная. Ее не заменишь никаким человеком, никаким богатством, никаким достоянием, никакой властью, ничем. Она абсолютно уникальна. Она очень глубоко наполняет и делает человеку то, что ничто не может никогда сделать. Поэтому, если вы меня спрашиваете, как простить, это значит, вы с этой силы в сердце никогда не чувствовали. Это мой диагноз. Вам надо это научиться сделать. У вас нет выхода, иначе вы не сможете прощать. Прощение означает наполненность. Человек наполнился Богом, больше ничего не надо. Итак, движемся дальше. Изучаем, да? Я создаю модель в вашей голове женщины. То есть, вы должны быть очень радостны, самодостаточны, счастливы. Если вы, допустим, обижены на мужа, вы теряете его. Ну, женщине очень трудно простить, потому что психика очень тугая. Обиделась, простить можно там дня через два, через три, может еще больше. Неизвестно. У всех женщин по-разному. Некоторые женщины быстро прощают. Ну, редко. В основном, долго. Даже если какие-то быстро прощают, это значит, что ей сильно не обижалась. Потому что, если женщина по-настоящему обижается, ей прощать очень долго. Вот психика тугая. Что делать? Нужно понять, что если вы настаиваете на этом чувстве, что я тебе не простила, то это чувство очень сильно пугает мужчину. Он думает, что ничего сделать невозможно. Ему кажется, что он не справится с этим человеком. Поэтому, если вы, допустим, не простили, у вас что-то не то в сердце на близкого человека, делайте вид, что все хорошо. Придет время, и вы простите. Понимаете? Но если вы настаиваете на этом чувстве, делаете вид, что все плохо, и заставляете его все-таки попросить прощения, то результат может быть прямо противоположным. Я сейчас вам объясню, женщины. Запомните. Есть только одна вещь, которую никогда нельзя делать в отношениях с мужчиной. Знаете, что это такое? «Никогда мужчине не будите петуха». Ну, то есть, мужчина по природе, он склонен сражаться. И если женщина бросает вызов мужчине, начинает с ним сражаться, он будет сражаться для последнего или превратиться в тряпку. Это женщине, ну, чувство незнакомо. Она не понимает, зачем так себя вести. То есть, она не понимает, что мужчина, он создан для победы или для смерти. Одного из двух, понимаете? То есть, он не может жить просто так. Или он побеждает, или умирает. Одно из двух. Понимаете? Так устроен мужчина. Иначе не было бы ни одной страны. Каждая страна защищается смертями мужчин. Тысяч. Понимаете, почему страна живет? Потому что тысячи мужчин погибли в защите этой страны. И мужчина, у него два варианта. Или он погибает, или он побеждает. Некоторые женщины спрашивают, почему мужчина дерется, бьет. Есть только две причины. Первая причина. Женщина превратилась в тряпку. И он стал просто монстром, мужчина. И бьет ее, потому что он требует своего от нее. Понимаете? То есть, он как бы выжимает из нее свое. Ну, то есть, не убажает женскую природу. Попрал ее просто. Насилует женскую природу. Потому что она сама позволила. Есть только одна причина. Вот второй вариант. Мужчина дерется, потому что женщина очень агрессивно, жестко противостоит его. по мнению. У него возникает сразу вот этот вот импульс к борьбе. И в этот, когда импульс такой у мужчины возникает в сердце, то он теряет понимание, что есть какие-то другие варианты поведения. Он будет дальше долбать в одну точку, пока, ну как бы, женщина не отступит. И она думает, он зверь. Вот смотрите, женщина сама не понимает, что ее психика очень жестко действует на него. Потому что она к себе привыкла. Поймите, женщина, у вас психика и так сильнее мужской. Я сейчас объясню. У человека есть наружный психический цилиндр и внутренний. Наружный психический цилиндр – это поведение человека, поведение его. А внутренний – это его характер, это его настроение, это его характер и настроение. Поведение – характер и настроение. Вот смотрите, у женщины поведение очень мягкое, нежное, податливое. Она может всем уступить, может на работу куда-то пришла, она сразу настроилась на эту волну и там как будто всю жизнь работала. Так сразу жик и все, она все понимает, все знает, со всеми познакомилась. Поведение у ней подстраивается моментально под разные ситуации жизни. Так устроена психика. Но характер и настроение она не может менять в себе. Характер у женщины очень сильный и непреклонный. Настроение у женщины постоянно движется. То одно, то другое, то третье. И с этим вообще ничего невозможно сделать. Как волны нападают, вот так вот, все меняется постоянно. У мужчины наружный психический цилиндр очень твердый, непреклонный, сильный, волевой, победоносный. То есть победение у него очень сильное, у мужчины очень сильное поведение. Характер очень мягкий, податливый, склонный к изменениям. Понимаете, как себя вести с женщиной? Мужчина в отношениях с женщиной должен подальше держаться от нее характера. Нужно так ее вести с ней, чтобы касаться только наружного цилиндра психического. То есть нужно очень аккуратненько, по-доброму не будить вулкан. Ну то есть аккуратненько и она будет очень комфортно себя чувствовать, будет любить и радоваться. Все, как бы, у нее все классно. Как с мужчиной надо себя вести? Женщине. Женщина должна внешне показать верность его, как бы, победоносному вот этому психическому цилиндру наружному. А внутри войти внутрь. То есть, допустим, он приходит с работы, надо посмотреть на него вот так верно, подойти к нему и обнять. Когда вы его обнимаете, в этот момент проходите внутрь и начинаете соприкасаться его с внутренней сущностью. Когда вы соприкасаетесь с ней, вы говорите очень добро, вот так помягко, как будто бы вообще не ему, а куда-то просто в облака. Говорите, сними, пожалуйста, обувь. И он будет подчиняться прямо, то есть он будет снимать. Пойдем к столу. Он пойдет к столу. Как только ваше настроение перейдет на такое, как бы, ты что делаешь? Сразу же он выходит из этого контакта и такой, что ты хочешь? Понимаете? И вы сразу пугаетесь, потому что вот этот наружный психический цилиндр у мужчины страшный. Женщины боятся этого, как огня. Думаю, господи, с кем я связалась вообще. То есть они вообще, поэтому женщины замуж боятся выходить, потому что страшно. Наружная вот психическая составляющая у мужчины страшная по природе, тяжелая. И женщины мудрые, они знают, что это всего лишь внешняя составляющая. А внутри мужчина очень добрый, податливый. И можно очень легко с ним решать все вопросы, если найти ключ к сердцу. То есть пройти вот эту наружную составляющую и проникнуть внутрь. А это делается с помощью пищи, с помощью заботы, ласкового отношения, доброго. Нужно всегда знать приемы, которые дают возможность быстро к сердцу проникнуть. Женщины должны знать эти методы. Первый метод. Муж поел, в тот момент, когда он отвалился, вот так человек, когда наедается, он отваливается чуть-чуть. Раз. И начинает такое улыбаться, что-то рассказывать. Две-три минуты. В этот момент он ваш. Надо брать пока тепленький. Если вы ему что-то хотите сказать, если вы что-то хотите с ним поговорить, то надо делать это в это время. То есть вы садитесь напротив него и так ласково, не надо там никаких намеков на трудности. Мы хорошие, я так рада, что ты у меня есть. То есть сначала надо установить контакт с внутренней составляющей. Вы установили контакт, а потом так же очень аккуратно, подобранно. Нам надо с тобой запланировать сходить в кино или еще что-то. Он скажет, конечно, запланировали, какие проблемы. Вот. И вам надо сразу установить конкретный срок. Потому что если вы сказали запланируем, он сказал запланируем, и как бы вы не установили конкретную дату и время, то он обязательно передумает. Он скажет, ну у нас есть другие дела, поважнее потом. Понимаете, надо довести ситуацию до завершения. Но это делать очень аккуратно, по-доброму. Шутку надо говорить. А как ты думаешь, распашонка нужна нашему ребенку или нет? Он говорит, наверное, нужна. Он наелся, а он как бы ничего не подозревает. Ну, в общем-то, мужчине и самому нравится, когда он наелся и с ним так по-доброму разговаривает. Вот. Второй вариант – это когда мужчина засыпает. Надо сесть рядом. Когда мужчина засыпает, когда человек засыпает, у него наружу выходит внутренний психический цилиндр. То есть, мужчина, когда засыпает, он такой становится. Добрый такой, хороший. И в это время надо сесть, погладить его по голове и сказать, мой дорогой, я так рада тебя видеть. У меня есть такая маленькая, небольшая проблемка. Ну, как бы мы поговорим об этом, может быть, завтра, но вкратце вот так. И он, да, ага, проблемка, да. А какая, не ради этих проблемок. Когда мужчина работает внутренний психический цилиндр, он становится щедрым, ласковым, добрым, уступчивым. Он наружным психическим цилиндром устанавливает правила. Он говорит, мы экономим деньги. Каждая зарплата правила устанавливает. А внутренний психический цилиндр, он нарушает правила. Он говорит, ну, ради таков дел, конечно, мы не волнуемся, купим. Все нормально. Первое правило, женщины, будьте осторожны. Не нападайте на мужчину. Если вы начали бросаться на него из-за чего-то, то есть доказывать свое, то это неправильная позиция, неправильная тактика вообще. Вы нарветесь только на грубость, скандал и ваша психика будет просто истерзана. Потом будете восстанавливаться несколько дней. Не связывайтесь. Если вы хотите что-то мужчине объяснить, объясняйте ему по-доброму, как будто бы вас нет. Говорите ему, когда он готов вас слушать, вот это время, когда у него открыт внутренний психический цилиндр, и говорите много раз одно и то же. Не сразу, не за один раз, а потихонечку на свое говорите, говорите, говорите. Рано или поздно до него найдет. Все. Но если вы начинаете как бы с ним ругаться о чем-то, это все бесполезно. Он просто звереет и будет дальше на принцип идти. Понятно? Услышали? А если вам хочется ему что-то сказать такое, плохое, иногда женщина пстит, надо сказать, иначе я не могу жить. В этом случае скажите, но определенным образом. Объясняю женщину вам. Надо заплакать. И сказать примерно так. Я такая дура. Разбаловала тебя за всем. Ты стал просто монстром. И он услышит. То есть, запомните, женщины, слезы направленные на себя вызывают у мужчины необыкновенное благородство и желание помочь. И даже если вы сказали сначала, что вы виноваты, а потом рассказали про него все, что хотите, в слезах, то он это услышит. Но если вы делаете то же самое, начинаете плакать и говорите, ненавижу тебя, то будет противоположный результат. То есть, он в этих слезах увидит искренность и ему покажется, что нет смысла дальше вместе жить. Понимаете? То есть, самая большая сила у женщины, которая прошибает мужчину в любом случае, это слезы плюс ощущение собственной вины. Ну, допустим, я привожу такой пример, который многие женщины уже сказали, что работает, потому что проверили. То есть, женщина садится, начинает плакать и говорит, я ничего с собой не могу сделать, хочу платье. Я при мужчинах говорю прямо. Вот это сейчас. И мужчина покупает платье. А? Работает, да? Она проверила на вас. А? Работает железобетон. Железобетон. Женщина, работает железобетон. Вам надо понять, как работает психика и все будет легко и спокойно. Люди страдают из-за того, что они не знают, как друг другом быть. Вот давайте у нас сейчас будет такая сейчас игра с вами. Вот если у вас накипело просто из поведения близкого человека, если он ведет себя так, что я не так делаю и как надо. По замкнутому кругу все возвращается, его в характере, да? Давайте я вас плохо слышу еще раз. Что у вас возвращается обратно? Я говорю о том, что сначала все хорошо, потом мужчина говорит, что все плохо. будет. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok